Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Не секрет, что одним из самых любимых дебютных вариантов выдающегося русского шахматиста Михаила Чигорина был гамбит Эванса. Это острое оружие при игре белым цветом не раз приносило Чигорину блестящие победы. Но нашёлся шахматист, который открыл своё противоядие этому гамбиту. Речь идёт о втором чемпионе мира Эммануиле Ласкери. Ставшая впоследствии знаменитой, защита Ласкера нанесла мощный удар по любимому дебюту Чигорина. Но Михаил Иванович просто так не сдавался и продолжал применять гамбит Эванса, в том числе и против самого Эммануила Ласкера. Сегодня мы с вами рассмотрим очень принципиальную партию этих двух выдающихся шахматистов, которая была сыграна в Санкт-Петербурге в 1895 году. Подобные принципиальные поединки идейных противников во все времена способствовали развитию шахматной теории дебютов. Итак, Е4 сыграл Чигорина, Е5, К3, К6, С4, С5 и, конечно же, Б4. Эммануил Ласкер принимает гамбит после С3, С5, рокировка, Д6. Д4 играет Михаил Чигорен и черные отходят на Б6. Идея защиты Ласкера состоит в том, чтобы удержать черную пешку на Е5. Наиболее принципиальным вариантом является взятие черной пешки и после хода ДЕ, размен ферзей, конечно, на руку черных. После Конь Д8, Конь Е5, Слон Е6. Белые отыграли пожертвованную пешку, но Эншпиль для них не очень-то перспективен ввиду ослабленности пешечной структуры на ферзевом фланге. Поэтому после размена пешек нужно избегать размена ферзей. Отходим на Б3, нападая на Ф7. И далее вот такой вариант. Ферзь Ф6, защищая пешку, Слон Ж5, Ферзь Ж6 и Слон Д5. Конь ЖЕ7 и после взятия забираем королем. Пешка Е5 по-прежнему защищена конем, но размен на Ц6 после взятия Ферзь Е6, Конь Ц4. Эта позиция стала предметом спора Михаила Чигорина и Эммануила Ласкера, который они вели на страницах тогдашних шахматных периодических изданий. Чигорин считал, что перевес здесь за белыми. Черный король потерял право на рокировку, ну а у белых два коня. Как известно, Михаил Иванович очень любил играть этими фигурами. В противовес у черных преимущество двух слонов, что тоже немаловажно, а потеря рокировки не так страшна. Можно поставить королевскую ладью на Д8 либо Е8, сыграть королев 8, осуществляя искусственную рокировку. Компьютер все же отдает предпочтение черным, подтверждая правоту Ласкера. Но в нашей партии Михаил Чигорин сыграл не ДЕ, а А4. После Конь Ф6, слон Б5, А6 и размен на Ц6. А5, слон А7 и ДЕ. Черные забирают на Е4, Ферзь Е2, атакуя коня, Д5 защита. В этой позиции наиболее сильным продолжением за белых было слон Е3. Но и в этом случае преимущество за черными. Рокировка, слон А7, ладья А7, Конь Д4 с угрозой вилки на Ц6. Но защита. На Ф3, Конь Ж5. Далее Конь Е6, Ц5 и у черных лучшие шансы. Но Михаил Чигорен сыграл Конь Д4, допустив серьезную ошибку. Он напал на пешку Ц6, но пропустил очевидный удар. Конь бьет Ц3 с нападением на Ферзя. Пришлось бить коня, слон бьет Д4, Конь связан, Ферзь Д3 и Ц5. Ферзь Ж3. Играет Чигорен, нападая на пешку Ж7, слон Е6. Становится очевидным, что преимущество за черными. У них более крепкая позиция, их фигуры расположены гармоничнее. Чигорен же пытается спасти партию, призвав на помощь тактику. Но забрать на Ж7 не получается, потому что черные играют Король Д7, Коня нужно защищать, Ферзь А4, далее Ладья АЖ8 и Белый Король подвергается мощной атаке. Поэтому Чигорен сыграл слон Ж5, напав на Ферзя, тот отошел, Ладья Ц1. Ласкер играет Ф6. С помощью этого хода пешкой он добивается вскрытие вертикали Ж. Если отойти на Ф4, защищая пешку Е5, то, конечно, Ж5. Поэтому Чигорен забирает на Ф6, ЖФ, отходит на Ф4 и Ладья АЖ8. Ферзь Ф3, 3-0. Несмотря на рыхловатость пешечной структуры черных на королевском фланге, черный король находится в полной безопасности. Например, после КЕ2 с нападением на чернопольного слона, СЖ4, Ферзь Д3, Размен и С4. Действительно, пробиться к черному королю белые не могут, в то время как у черных все уже готово для атаки на королевском фланге. Поэтому Ладья ФЕ1 сыграл Чигорен, но С4, Ферзь Е2, нападая на слона, тот отошел с идеей СД3. Позиция белых уже проиграна. Даже если сыграть слон Ж3, прикрывая пешку Ж2, то последует размен на С3, Ладья ДЕ8, Размен на Е1, слон Д3, далее Д4 и черные пешки катятся вперед. Но Михаил Чигорен сыграл Ферзь А2. Он продолжает надеяться добраться до черного короля, но Ласкер наносит мощный удар, Ладья бьет Ж2. Если забрать Ладью, то слон Х3 и после отхода короля Ферзь Ж4. В этой ситуации мат неизбежен. Поэтому Чигорену пришлось отступать на Х1, но Ладья забрала на Ф2. Это двойной удар. Чигорен остается без фигуры, поэтому он в этой позиции сдался. Вот такая партия, в которой Эммануил Ласкер доказал силу своей защиты, Михаил же Чигорен не сумел использовать всех плюсов позиции белых. До сих пор защита Ласкера считается одним из сильнейших возражений на Гамбит Эванса. Белым непросто создать атаку на черного короля. В то же время черные довольно простыми методами могут обезопасить своего монарха, построить крепкую позицию и с надеждой смотреть в будущее. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание, до свидания.